Печать всё большего и большего количества денег. Хуйня. Инфляция в 116%. Хуйня. Современная денежно-кредитная теория. Нахуй. Особенно её. Едем дальше. Цифровые валюты центральных банков. Эти грёбаные центральные банки снова пытаются нас наебать. Нахуй. Доллар Соединённых Штатов Америки. Нахуй пошёл. Фиатная денежно-кредитная система. Это же скам. Нахуй. Фиатные финансовые пирамиды. Нахуй. Кенсианство. Нахуй. Социализм тоже идёт нахуй. Теперь переходим к биткоину. Революционный. Неподделываемый. Публичный. Объединяющий. Открытый. Устойчивый к цензуре. Децентрализованный. В общем, в нём наше спасение. Больше ничего добавить нельзя, кроме одного. Покупай, сука, биток. Так, ну что, всем привет. Вы на канале Крипто Комманс. И в Аргентине... Да, друзья, в Аргентине победил ебанутый президент. Хорошо это или плохо? Попробуем разобраться в этом видео. А если вы знаете ответ, напишите его в комментариях. В общем, да, сейчас изо всех щелей... Хавьер Милей. Вот, победил с отрывом 55% про биткоин-кандидат. Собственно, почему нас это интересует с вами? Не только потому, что многие в Аргентине сейчас. И мы тоже. Но и потому, что этот чувак и слово биткоин фигурировало уже не раз. У нас на канале, кстати, даже мы переводили. Послушайте, что он вообще говорил в целом. Про экономику, про проблемы экономики Аргентины и как с ними можно справиться. Суть в том, что центробанки являются скамом. Ясно? Биткоин. Люди говорят о биткоине повсеместно. Но мы не знаем, как работает биткоин. При этом люди говорят, что он может заменить текущую денежную систему. Вы допускаете такие обсуждения в Аргентине? Давайте сначала поймем, в чем же суть. А суть в том, что центробанки являются скамом. Ясно? Это такой механизм, который позволяет политикам обманывать честных людей, используя инфляционный налог. То, что из себя представляет биткоин, это возвращение денег к их изначальному создателю, частному сектору. Ведь деньги – это частное изобретение для решения таких проблем, как, скажем, бартерная экономика, двойного совпадения желаний и неделимости. Затем появились бумажные деньги и решили проблему транспортабельности. На самом деле у нас были разные валюты. Шерсть, пшено, соль. Тогда и появилось слово «зарплата». Отсюда, кстати, появляется суеверие о падающей со стола соли. И с течением времени этот процесс эволюционировал. И в итоге люди выбрали валютой серебро для небольших транзакций, а золото для больших. В дальнейшем, так как перемещать непосредственно золото было довольно опасно, люди решили размещать его на депозитах, а взамен получать подтверждающие чеки. А затем, в 1445-м, на Первом Женовецком Конгрессе, штаты взяли и присвоили себе эксклюзивное право на печать денег. И заметьте, это законное платежное средство. И это ключевой момент. Так как оно позволяет политикам обманывать вас через инфляционный налог. Алгоритм же биткоина построен так, что однажды мы достигнем максимума, и новых монет больше не будет. Он может конкурировать с другими валютами. На самом деле он конкурирует с эфиром, а также с другими. И плюс в том, что это возврат частных денег. Но в чем проблема? А в том, что государства не откажутся от предложения законного платежного средства, так как им они могут скамить вас через инфляционный налог. Биткоин же является естественной реакцией против скамерских центробанков и того, чтобы деньги снова сделать частными. И в общем, да, вот вы видите, как этот чувак одержал победу, и радуются, его все поздравляют, и реально больше как рок-звезда какая-то эпатажная, нежели как президент. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну, по крайней мере, сменяемость власти, на мой взгляд, так это уже хоть что-то. Вот, и в честь его победы люди подбрасывали песо, обесценившуюся валюту аргентинскую. Ну, мелкие какие-то купюры они подбрасывали. Конечно, 10-20 песо в виде конфетти в воздух. И да, это все напоминает историю с Венесуэлой. И, скорее всего, мы придем к чему-то вот такому, как сейчас в Венесуэле. Мы видим, что просто мешки с деньгами валяются на улице, потому что они не стоят ничего. Здесь, в Аргентине, ну, вот эти 10-20 песо уже тоже, считай, не стоят ничего. Это как рубль-два там, типа, цент бумажки. Я думаю, мы скоро увидим вот такое уже на улицах, хотя, конечно, не хотелось бы. Очень много оптимистов верят сейчас, что Аргентина перейдет на новые экономические рельсы, типа, как Эль-Сальвадор, биткоин станет национальной валютой. Но, на самом деле, мне кажется, не все так просто. Давайте просто взглянем на карту мира хотя бы, где Аргентина и где Эль-Сальвадор. Эль-Сальвадор даже не видно, а Аргентина все-таки это вторая по величине страна в Южной Америке, экономика и страна вообще по территории. Поэтому, не знаю, если им придется перейти на биткоин, если Аргентина все-таки решится перейти на биткоин, то ей придется очень много биткоина иметь в своих резервах. И, соответственно, она может перебить даже кого-то из крупнейших топ-10 биткоин-ходлеров. Сейчас у нас тут вот с вами правительство США, правительство Китая, биржа Bitfinex, биржа Binance, Сатоши Накамото, Маунт Гокс, кстати. Короче, ладно, это все, конечно, очень интересно. И обязательно проверьте, подписаны ли вы к нам в Телеграм, потому что там все эти новости выходят максимально быстро. Ну что с биткоином, спросите вы? Как это скажется на цене? Да откуда же я знаю, отвечу я вам. Ну, в долгую, конечно, я думаю, положительно это все скажется, даже если окажется, что этот кандидат нифига не такой хороший, каким себя рисует. Вон у нас в чате как раз написали по этому поводу, что инфляцию готовьтесь умножить еще в два раза. Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию в том числе в сфере образования, здравоохранения, отказа от сотрудничества с Китаем, Бразилией, Россией в пользу США и Израиля. Милей против вступления Аргентины в БРИКС и за спасение Аргентины долларом. Пишет нам... Ладно, не будем говорить кто. Вот. Ну что по этому поводу можно сказать? Еще один клоун, как в любом случае, это же вообще, как бы, ребята, мы же не про политику, еще раз вам говорю. Поэтому давайте лучше посмотрим на графики, потому что мы не знаем, что в итоге будет. Но в любом случае, я думаю, это лучше, чем закостенелые консервы, когда хотя бы сменяется власть. Ну смотрите, что по биткоину. Все то же самое, что я вам вчера и говорил. Предыдущий уровень сопротивления может выступить в качестве поддержки. Плюс у нас недельная сетка EMA Ribbon еще чуть ниже, но я думаю, она как раз подрастет за это время. И плюс-минус по 32 тысячи долларов биткоин, если начнется коррекция. Я думаю, надо ловить, ставить ведра, как волк. Ну, погоди, помните? Напишите в комментариях, кто помнит. Кто такой старый, что помнит ведра волка? Ну, погоди, это до Gameboy еще было. А если же мы туда не пойдем, то что сейчас может произойти? Или мы туда можем пойти позже, на самом деле? Я думаю, что мы сейчас пойдем дальше в рост. Но это дисклеймер, не финансовый совет, это всего лишь мое мнение. Просто я вижу это по TRDR, который, кстати говоря, я вчера это не сказал. Здесь просто больше, не только желтых, здесь еще больше зеленых покупок. Посмотрите, здесь в принципе больше покупок по споту на споте на всех крупных биржах. То есть это вам не фьючерсы, это реальный спот, который толкает цену. Если мы посмотрим на… Я могу на стриме потом это более подробно показать, если вам интересно. Если даже мы ASCII снизим, проходной порог ASCII, то мы все равно не увидим там никаких сильных продаж. Вот, видите? Ну да, вот здесь есть в принципе красные. Красные есть, но они должны быть желтыми. Так же, как и внизу. Вот, видите, когда они здесь отмечаются желтыми, это уже экстремумы. Экстремумов продаж тут нету пока еще, даже и близко. Но покупки очень плотные. Поэтому здесь цене легче дойти еще раз наверх, чтобы там всех побрить. И потом уже оттуда начать корректироваться. Это что касаемо трейдинга. А что касается инвестиций в долгую… Я думаю, когда, если не сейчас, ребята. В долгую как раз то время, которое вот когда, если не сейчас. Посмотрите, мы уже выходим… Мы… Посмотрите сами, мы все еще находимся в накопительном канале. И по статистике мы скоро уже начнем из него выходить. Долго мы так обычно там не задерживались. Ну, вот здесь 2015 по 2017, но это было один раз. И мы сейчас практически уже ставим рекорд того, как долго биткоин находится на дне. Потенциально, если, конечно, это окажется дном, то мы можем улететь очень-очень сильно. То есть до средних значений нам нужно еще запампиться на 70% и потом еще открытый коридор до новых пиков. Так что, друзья, дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Ставьте стопы, лайки, ставьте теки, пишите комментарии. И помните, что вы таким образом автоматически участвуете в розыгрыше крипты. Спасибо всем новым подписчикам. И до следующих встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok